Новость о поездке на Сочинскую Олимпиаду Владимира Леонтьева в физорга электростали плавильного цеха Северского трубного завода застала врасплох. По словам Владимира Константиновича, получить такой подарок от ТМК он никак не ожидал. Напомним, что вместе с Владимиром Леонтьевым в Сочи отправятся еще пять заводчан. Среди них физорги и спортсмены, отличившиеся в разных видах спорта. Приходит председатель правкома, мне и говорит, Владимир Константинович, на цех выделили одну путевку на Олимпиаду. Что бы ты про это сказал или кого бы сказал? Я рекомендовал тебя лично. Я говорю, что это неудобно, давай я дома поговорю, за выходные я подумаю, кого сюда. Потом домой пришел, сказал, что такой шанс выпадает. Да, они меня сразу так это настроили. И в понедельник вызвал меня тут начальник цеха, вот председатель правкома пришел, собрались все там заместители. Он им объявил, что вот такое, такое-то, и мы выдвигаем кандидатуру Леонтьева. Вот физорга цеха. Что вы об этом скажете? Ну что было особенно приятно, все единогласно проголосовали. Владимир Константинович в прошлом лыжник, хотя бывшим спортсменом сам себя он не считает. Он признается, что с самого детства мечтал о большом спорте и даже закончил Чайковский институт физической культуры. Вот только тренировать так и не довелось. Первый раз я на соревнованиях выступил в 10-летнем возрасте. Были такие соревнования, приз пионерской правды. Вот такая газета. И вот с тех пор, уже 48 лет, я сам непосредственно выступаю и руковожу, и с детьми занимался, и все. Скажите, вы сейчас до сих пор приходите с дежурью, да? Вот так, по мере возможности, я так понимаю. Ну сам я активно уже не бегу, там по состоянию, может, здоровье это. Последние 12 лет, собственно, столько Владимир Леонтьев работает на Северском трубном заводе. Он, помимо основной работы электромонтера, занимается в цехе еще и организацией спортивных мероприятий. Кстати, говорит Владимир Константинович, цеховой спортивный потенциал еще есть. И неплохой. Ну у нас очень хорошие есть лейкоатлеты, лыжники хорошие. Раньше очень сильно было развито маленько и игровые виды. Вот, ну, как-то вот, цех не молодеет, цех наоборот, вот средний возраст, это, трудящийся, как бы, переходит. И люди, ну не стали, вот, игровыми, поменьше занимаются. Хотя мы и проводим, у нас полтора часа в неделю есть на лыжной базе, мы проводим и баскетбол, и волейбол, соревнования, все. Основными соперниками электростали плавильщиков на спортивной арене всегда являются работники железнодорожного цеха и завода управления. Но есть такие виды спорта, где сталеварам нет равных. Вот, к примеру, взять дартс или стрельбу. Спортивная мощь цеха еще сильна. И Владимир Леонтьев уверен, что стенд спортивных достижений уже в скором времени дополнится новыми именами. Татьяна Усынина, Константин Миронов. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова